Книжные покупки Книжные покупки Книжные покупки Книжные покупки Я что-то заболталась В общем, первая книга, которую я взяла Это «Как стать мастером продаж» Тома Хопкинса Мне очень интересно все, что касается рекламы Продаж, маркетинга Не в том плане, что я хочу узнать, как надурить покупателей Просто мне действительно интересно, как все это происходит Может быть, вы помните, когда я говорила о книге «Почтальон всегда звонит дважды» Я сказала, что она прям прыгнула ко мне в руки Я без раздумий её взяла, даже не вникая в подробности, что это вообще за книга. С этой книгой получилось ровно так же. Будучи в магазине, я даже не стала заглядывать, что там в ней, а потом, когда задлинула, поняла, что она намного больше, чем я от неё ожидала. Не знаю, успела ли я вообще начать что-то от неё ожидать, но соль в том, что она не только о продажах, но ещё и много внимания здесь уделено чисто психологическим моментам. Здесь, например, есть глава о том, как пройти успешное собеседование. Я так понимаю, она относится не только к тем, кто хочет заниматься продажами, но в принципе, как проходить собеседование. Ещё здесь есть главы о нервном истощении, о депрессии, о стрессах, о том, как бороться со стрессом, о каких-то непредвиденных проблемах, трудностях, о том, если вы быстро достигли успеха, чем это может быть опасно и так далее. В общем, эта книга, по-моему, настоящий клад. Я её купила за 20 рублей. 20 рублей! У нас проезд стоит почти столько же. Я вообще в последнее время, правда, из-за другой книги, которую тоже скоро вам покажу, стала интересоваться книгами по психологии и вообще, в принципе, нон-фикшеном. Вот, думаю, что это настоящая жемчужинка в этом жанре. Очень надеюсь, что она мне понравится. Следующая книга уже действительно быкинистическая. Она 88-го года издания. И она называется «Фьорды», так что абсолютно очевидно, почему я её взяла. И, кстати, сначала скажу по поводу оформления. Мне почему-то очень нравится вот эта эмблема, знак, и вот эта аббревиатура означает «Однотомники классической литературы». В случае с «Фьордами» это, по-моему, настоящее сокровище, потому что здесь есть романы авторов из большинства скандинавских стран, что мне безумно интересно, так что, да, я очень рада, что откопала эту книгу. Заранее извиняюсь за неправильно поставленное ударение, если что. В общем, здесь, как я уже сказала, пять романов. Ян Спетр Якобсен, Нильс Люна, перевод с датского. Герман Банк, Тина, перевод с датского. Кнут Гамсун, Пан Смерть Глана, перевод с норвежского. И Кнут Гамсун, Виктория. И Яльмар Сёдерберг, Доктор Глаз, перевод со шведского. Я к своему стыду не знала, что Кнут Гамсун норвежец, но теперь, когда узнала, естественно, ещё больше хочу познакомиться с его творчеством. Узнаем, как быстро это произойдёт. Следующие две книги мы со Стасом купили в новом книжном. Я, если честно, уже давным-давно не гуляла по настоящим книжным магазинам, так что это произвело на меня какое-то огромное впечатление. Я пощупала все те книжечки, которые недавно вышли, о которых все так много говорят, но купила себе только две. Первая книга — это книга Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы». Дело было так. Я, наслушавшись положительных отзывов на творчество Дины Рубиной и Ани, Анна Спрайт, не могла не заинтересоваться книгами этой писательницы и спросила у Ани, с какой книги лучше начать с ней знакомство. Аня посоветовала мне «На солнечной стороне улицы», и я подумала, что надо бы эту книгу купить, но не решила сначала, в каком издании. А потом в покупках Алены «Релакс эндрит» я увидела книги Дины Рубиной в этом оформлении, решила, что мне она нравится больше, чем все остальные, и Алена в своём видео сказала, что теперь это издание достаточно тяжело найти, и она эти книги заказывала через «Читай город». Я, естественно, сразу полезла на сайт «Читай города», смотреть, есть ли у нас эта книга в наличии, в одном из магазинов она была, и я её практически сразу же купила. И в этот же день мы с Астасом решили, что надо бы прикупить какую-нибудь книгу про игру в шахматы, потому что мы хотим научиться играть в шахматы, и мы купили вот эту книгу «Шахматные уроки для начинающих» Рашида Нижмединова. Мне, кстати, показалось забавным, что эту книгу переводили из татарского. Ну, в том смысле, что нечасто встретишь книги, которые переводили из татарского. В общем, по-моему, это самый адекватный учебник по шахматам для начинающих, потому что здесь вроде бы всё есть, все азы. А с другой стороны, эта книга не стоит каких-то баснословных денег. Она стоит всего 250 рублей, плюс ещё у меня есть скидка в «Читай городе», так что если вы тоже хотите научиться играть в шахматы, то я бы рекомендовала вам присмотреться к этому учебнику. Практически все остальные книги, которые мы видели, были огроменными и по формату, и по объёму, и у всех такие глянцевые страницы, цветные иллюстрации. Если честно, не понимаю, зачем это начинающим, да и профессионалам тоже не понимаю, зачем. Потому что, ну, если вы профессионал, зачем вам читать книги других шахматистов, да ещё и платить такие огромные деньги за это. Посмотрим, что из этого выйдет. Я, если честно, практически всю свою жизнь считала огромным недочётом тот факт, что не умею играть в шахматы. Будем надеяться, скоро я это исправлю. Следующие две книги мы нашли в Ашане. Я, если честно, не помню у кого, но у кого-то из буктюберов в видео услышала упоминание о том, что в Ашан стали привозить хорошие стоящие книги, поэтому мы на следующий же день со Стасом поехали в Ашан. Первая книга — это «Айн Рэнд. Ответы об этике, искусстве, политике и экономике». Я очень хочу прочитать и «Атланты», и «Источник», в большей степени, конечно, «Атланта», но никак не решусь на покупку этих книг. А в электронном варианте я пробовала читать, и, ну, не получилось у меня, хотя начало мне понравилось. В общем, я решила не упускать возможность купить хоть какую-то книгу «Айн Рэнд», тем более её личность меня тоже интересует, и мне очень хочется ознакомиться с её мнением по тому или иному вопросу. Эту книгу я тоже начинала читать, и тоже безуспешно, потому что, как мне кажется, для того, чтобы понимать ответы, «Айн Рэнд» нужно обладать некоторыми знаниями, так что сейчас абсолютно точно не время, а вот через какое-то время, когда я стану достаточно образованным человеком, возьмусь за эту книгу. Оформление мне, кстати, тоже очень нравится. Здесь и «Лиссе» есть, и «Суперобложка», и под «Суперобложкой» мне тоже оформление нравится. Мне кажется, оно стильным и напоминает мне серию «БВЛ». Следующая книга — это «Харпер Ли. Убить пересмешника». Я решила, что в любом случае рано или поздно буду читать эту книгу, и преимущественнее будет прочитать её на бумаге, а не в электронном формате, и тем более у меня ещё нет ни одной книги из этой серии. И последние четыре книги — это «Наш с мамой совсем небольшой заказ с лабиринта». Первая книга — это «Распутин. Жизнь, смерть, тайна». Я хотела, естественно, себе какую-нибудь книгу из серии «Азбука классика нонфикшн», потому что «Азбуку классику» я просто обожаю. А мама у меня очень интересуется жизнью и личностью Распутина, поэтому мы заказали ей эту книгу. Я, если честно, Распутин не очень люблю, мне нравится этот герой в мультике «Анастасия», но больше я им интересоваться пока не хочу, но, может быть, когда-нибудь эта книга мне всё-таки пригодится, и я её тоже прочитаю. Пока что мама говорит, что очень трудно читать эту книгу, что, наверное, неудивительно, учитывая, что и текст этот нехудожественный, и сам Распутин был неоднозначной личностью, и в одних его поступках и размышлениях уже можно запутаться. Следующая книга — это «Рэй Брэдбери. Смерть. Дело одинокое» в оригинале. Я вам недавно уже говорила, что «Алёна. Релакс эндрит» вдохновляет меня на то, чтобы читать в оригинале книги, и вот мне захотелось поработать с какой-нибудь книгой, то есть отмечать все неизвестные мне слова, какие-то грамматические конструкции и так далее. И я хотела купить какую-нибудь книгу, от которой я не то чтобы очень многого жду, но и которая мне, в принципе, интересна. У Брэдбери я читала 451 градус по Фаренгейту, и мне эта книга не так, чтобы очень понравилась, но вот «Смерть. Дело одинокое» меня заинтересовала, но при этом я не так, чтобы очень много от неё жду, поэтому купила её. Мне это издание очень нравится, я помню, когда-то давным-давно, когда я только открыла для себя BookTube, я у Тани Passion for Reading видела в таком оформлении книгу Мартины Иддан. И хотела себе эту книгу, а вот сейчас наткнулась на неё на лабиринте и подумала, зачем она мне нужна, если у меня эта книга есть на русском, и на русском, естественно, легче будет её читать. В общем, это издание мне нравится, оно очень похоже на азбуку классику, и качеством обложки, и качеством бумаги, только азбука классика побольше. Единственное, что меня немного смутило, это тот факт, что здесь внизу практически каждой страницы есть какие-то примечания, вокабуляр, так сказать, и очень часто эти выражения, приведённые вот там в сносках, очень простые. И я не понимаю, если человек хочет читать в оригинале, у него уже есть какие-то представления о языке, зачем приводить настолько простые выражения в этих сносках. Но я однозначно буду покупать книги этой серии, и уже присмотрела себе, какие будут следующими, но очень надеюсь, что это будет не скоро, потому что действительно я слишком много покупаю, и слишком мало читаю в последнее время. И последние две книги куплены под влиянием Лизы с канала «Остатки сладкие». Она в видео о книжной полке говорила об этих двух книгах, они меня заинтересовали, и вот теперь они у меня тоже есть. Первая книга — это «Как говорить, чтобы дети слушали», и «Как слушать, чтобы дети говорили». Я её уже прочитала, и, естественно, она заинтересовала меня тем, потому что здесь речь идёт о воспитании. Ну и ещё Лиза в своём видео говорила, что принципы, изложенные здесь, подходят не только для общения с детьми, но вообще со всеми возрастами. Поэтому, естественно, я не могла не заинтересоваться. Не знаю, какое видео выложу первым, это или рецензию на эту книгу, так что, если что, ждите рецензию. В целом, мне эта книга очень понравилась, но подробнее расскажу в отдельном видео. И последняя книга — это «История России». Этот учебник написали, если я не ошибаюсь, преподаватели МГУ. Я вам совсем недавно говорила, что хотела бы найти что-то, что заинтересует меня в изучении истории. Не думаю, что я сейчас похвачусь читать этот учебник, но у меня мама интересуется историей России, так что это для неё. Но, как минимум, мне очень нравится это издание. И обложка лаконичная, и внутри здесь очень хорошая бумага белая, и практически на каждой странице есть иллюстрации. В общем, если вы помните, какие учебники по истории были в школе, как они пахли, какой был шрифт, какая была бумага, какие были иллюстрации, вот, это ровно такой же учебник. Только разница в том, что теперь мне не нужно обязательно выучивать какие-то параграфы на следующий урок, поэтому, мне кажется, теперь изучение истории пойдёт намного легче. Но я не обещаю, что в ближайшее время за неё возьмусь, потому что всё-таки развлекательная литература мне сейчас нравится куда больше. Вот и все мои книжные покупки. Расскажите мне, что вы из этого читали, или что вы купили в ближайшее время, или вообще всё, что угодно, пишите. Я очень в ваших комментариях, как всегда, жду. И большое спасибо вам за внимание, хорошего дня и до встречи!